Давайте мы с вами начнем. Мы делаем с вами курс физмонической статистики. Мы начинаем. И в большинстве групп уже первое занятие было, поэтому все примерно понимают, о чем речь. Но я сейчас в общих словах повторю для тех, кто это уже слышал и скажу для тех, кто еще не слышал. Так, статистика – это наука, которая решает задачи, противоположные задачи вероятности. Понятно, что она базируется на тех же принципах, но при этом, если в вероятности мы с вами пытались по известному распределению, по известному закону распределения понять, какой вероятностью возникнет то или иное событие, то в статистике мы, наоборот, по уже произошедшим событиям, по результатам каких-то экспериментов, по реальным данным мы пытаемся восстановить то, как ведет себя случайная величина. То есть пытаемся сделать какие-то выводы относительно того, каков закон распределения этой случайной величины, числовые характеристики этой случайной величины. И понятно, что все это сделается для того, чтобы строить какие-то прогнозы. Да, в частности, вот вы, я же так понимаю, что вы все к экономике какое-то отношение имеете. Вот экономисты, они как раз пытаются спрогнозировать эту случайную величину, чтобы строить какие-то прогнозы. Понятно, что именно это интересно. Поэтому наука полезная, актуальная, поэтому давайте ее изучать. Итак, значит, первое и главное, что вы должны четко запомнить, что по любой выборке, по статистическим данным вы никогда не можете сделать точное утверждение про случайную величину. Вы всегда, имея случайные данные, с какой-то стоилийной долей вероятности можете строить этот прогноз. То есть вот первое, чтобы понимать, никогда нельзя ничего посчитать точно. Нельзя точно посчитать числовые характеристики этой случайной величины. Нельзя точно... То есть понятно, что про распределение нельзя точно сказать. То есть вы всегда имеете какую-то долю случайности, которую вы должны разумно оценивать. То есть насколько у вас приблизительные ответы и прогнозы. Ну и давайте начнем. Первое и главное понятие математической статистики, которое мы все время будем использовать, это понятие выборка. И давайте начнем именно с него. Выборкой мы будем называть набор независимых случайных величин, имеющих одинаковое распределение. Итак, выборка это набор независимых одинаково распределенных случайных величин. То есть у нас обычно это обозначается как многомерная случайная величина. Н это объем выборки. И мы говорим, что каждая из этих экзитов это случайная величина. Мы все помним, я надеюсь, из курса теории вероятности, что случайной величиной мы называем функцию, параллельскую функцию из пространства событий. измножить по событиям, но что действительно чисел такую, что для любого, что такое Омега, для любого Ильичка. Мы помним, что у нас еще и функция распределения должна существовать для нашей случайной величины. Мы ее обозначали обычно, вам привычно. Вот здесь вот у нас было слово КСИ, написано всегда, да. Меньше и велико. СИБУ. СИБУ. Давайте я аккуратно пишу. Итак, для любого действительного числа Ильи, такое событие Омега, что ИКСИТО от Омега меньше, чем Ильи, принадлежит к сигналу. ИКСИТО это наша случайная величина. В прошлом семестре мы везде писали ИКСИТО, а сейчас мы с вами пишем ИКСИТО, потому что их много и они разные. Можно писать КСИИТО, но я буду всегда сбиваться на ИКСИТО. Итак, значит, то есть мы говорим о выборке, как о наборе случайных величин, а случайная величина КСИИТО, которая имеет то же самое распределение, что и вот эти вот ИКСИТО, она будет той самой эталонной случайной величиной, которую мы хотим по выборке оценивать. Да, это вот, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Значит, у нас есть набор случайных величин, независимо одинаково распределенных, распределенных так же, как случайная величина КСИИТО. И мы ищем распределение КСИИ, мы пытаемся оценить случайную величину КСИИ с помощью вот этой вот выборки, которая имеет распределение. Все, кто когда-то имел дело со статистическими данными, понимают, что статистические данные, это такая таблица из чисел, да, всегда какой-то набор чисел. Пока не очень понятно, как это связано с набором случайных величин, о которых мы сказали. Мы с вами понимаем, что если мы берем наши случайные величины на каком-то событии омега-0, то как раз у вас получатся те самые числа, набор чисел Х1, Х1. И вот это мы будем называть реализацией выборки. Реализация выборки на события омега-0. И работать нам, конечно, приходится с реализацией выборки. То есть мы с вами говорим о том, что у нас каждый раз, когда мы получаем данные каких-то экспериментов, мы с вами получаем какую-то реализацию выборки. При этом мы понимаем, что то, что мы получили, это какие-то значения случайных величин, независимых, а одинаково распределенных. И дальше наша с вами задача по этой реализации выборки сделать какие-то выводы относительно случайной величины в суть. Как мы это будем делать? Первое, что мы вводим, мы вводим так называемую эмпирическую случайную величину. Слово эмпирически означает придуманной, да, вот воображаемой. То есть мы ее сами придумаем по той реализации выборки, которая у нас есть. Итак, мы говорим, что кси со звездочками будет дискретная случайная величина, которая будет принимать значения наши выборочные с вероятностями 1н. То есть мы с вами говорим, что наша случайная величина принимает вот эти вот значения с вероятностями 1н. у нас всего значения этих n штук разных, они могут повторяться, они могут совпадать, но мы с вами говорим, что всего наша выборка имеет n вариант, n значений, и, соответственно, каждый из них с вероятностью 1н, а сумма вероятности получается 1, и поэтому мы имеем право говорить о том, что такая случайная величина возможна. Вот мы ее придумали, она такая существует, у нее вот такой закон распределения. И по этой случайной величине мы с вами можем сделать какие-то выводы относительно случайной величины, и мы сейчас аккуратно докажем, почему это можно сделать. Но прежде всего давайте мы с вами для этой случайной величины посчитаем функцию распределения от ожидания дисперсии. Итак, если мы считаем функцию распределения случайной величины кси со звездочкой, понятно, что это будет вероятность, мы помним, что такое функция распределения, вероятность с того, что кси со звездочкой меньше, чем у. То есть мы с вами должны посчитать для каждого у, сколько вариантов попадает в интервал меньше у, а, соответственно, остальные больше. вот это вот умножить на одноенную. Поэтому не говорим, что это будет для каждого уитрика. вероятность всегда у нас одноенная, да, а число значений это сумма пари от единицы до n индикатора того, что x и d, можно я не буду писать от омега, да, мы все понимаем, что мы работаем с выборкой, с реализацией выборки, поэтому я буду просто писать иксиди, чтобы покороче было, иксиди меньше, чем нет. То есть мы на семинарах, те, кто уже работал, на семинарах мы с вами для простоты вот эти вот выборочные значения выстраивали по порядку, и тогда достаточно легко было бы отсчитать границу, сколько из них меньше, сколько из них больше. Но когда мы говорим в общем виде, ну непонятно, как они, кто из них больше, кто из них меньше, потому что мы с вами понимаем, что мы там в одной реализации там будет x1 меньше, чем x2, а в другой реализации может оказаться x2 меньше, чем x1, они же знают, что он распределенный, поэтому кто из них больше, кто из них меньше, мы не знаем. Поэтому, что уж наверняка, мы просто считаем индикаторы, все помнят, что такое индикатор, да, индикатор это случайная величина, которая принимает значение единица, если событие происходит, и ноль, если событие не происходит. То есть мы говорим, что наш индикатор равен единичке, если ИД-варианта меньше у, и нулю, если ИД-варианта больше у. И потом мы эти все единички складываем, и у нас как раз получается, сколько вариантов меньше, чем у. То есть вот эта вот сумма... Сейчас я напомню. Итак, наш индикатор того, что индикатор меньше, чем у, он равен единице. То есть мы с вами говорим, что единичек у нас ровно столько, сколько вариантов меньше, чем у. Поэтому мы вот эту сумму делим на n, у нас как раз получается та самая вероятность. Мы можем посчитать математическое ожидание. Сейс-со-сорочкой. Опять-таки мы понимаем, что это сумма значений на вероятности. Мы суммируем все наши значения. И поэтому мы говорим, что это получается одна и она сумма и цифры. И поэтому логично это дело назвать средним значением, да, потому что мы все сложили и поделили на n. И поэтому наше выборочное математическое ожидание случайной величины кси со звездочкой, это просто среднее значение по выборке. Мы берем все значения, складываем, делим на объем выборки. Дисперсия кси со звездочкой. Ну, как всегда, как считается дисперсия мат ожидания кси со звездочкой в квадрате, минус мат ожидания кси со звездочкой в квадрате. Поэтому мы говорим, как считаем мат ожидания кси в квадрате. Мы возводим значение в квадрат и умножаем на вероятность. Так, помним. Поэтому у нас в этом случае получается единица на n сумма кси в квадрате минус наше выборочное среднее к квадрате. Мы логично, то есть мы понимаем, что мы складываем квадраты значений и делим на n. То есть мы считаем среднее из квадратов значений выборки. Да, поэтому это обычно так и записывается. Среднее из квадратов минус квадрат среднего. И в статистике выборочная дисперсия обозначается с квадрат. То есть дисперсия вот этой случайной величины кси со звездочкой мы обозначаем с квадрата и называем выборочная дисперсия. Вот это называется выборочная средняя. Вот это называется выборочная дисперсия. То есть понятно, что мы с вами сделали. Мы с вами по сути просто посчитали числовые характеристики этой эмпирической случайной величины. И сейчас будет понятно, зачем мы их посчитали. Наша с вами одна из задач комсоматической статистики это оценить нашу случайную величину кси. В частности, хорошо мы знаем ее числовые характеристики, ее модожидание и ее дисперсию. И может быть ее функцию распределения. Итак, вот эти вот оценки мы хотим как-то приблизить с помощью случайной величины кси. Давайте мы вообще определимся со словом оценки. Что в статистике называется оценка? Итак, вообще статистика. Мы называем любую функцию от выборки. Оценка. Мы называем такую статистику, которую мы строим для того, чтобы что-то оценить. Слово приближения, наверное, тоже плохо. Кроме как оценки слов не придумывается. То есть оценка – это такая функция, которую мы строим для того, чтобы оценить какие-то параметры. Для оценивания параметров распределения. Ну или чего-то в нашей этой случайной величине кси. То есть мы с вами… Статистика – это просто функция, а оценка – это функция, которая со смыслом строится для того, чтобы что-то оценить. Понятно, что оценивать можно по-разному. Мы с вами оцениваем погоду за окном. И можем посмотреть погоду на 8-й или 9-й февраля, 8-й за 100 лет. И выбрать среднее значение. И по этому значению оценить погоду за окном. Которая будет. Можем сказать, а вчера какая погода была? Значит, сегодня похожа. Можем оценить, у тебя холодно или тепло. То есть у нас разные способы построить эту оценку, вообще-то говоря. Даже имея определенную выборку, мы можем взять там значение и кси, и по нему оценить, какая будет погода за окном. Или можем взять икс первое, и по нему оценить погоду за окном. Или можем заморочиться, и там как-то сложно считать какую-то функцию построить. Давайте подумаем, а вообще какая из оценок правильная? Какая? Что разумно, что неразумно? Понятно, что существуют разные способы оценивания. И поэтому давайте мы с вами скажем, какие вообще бывают оценки. Первое. Оценка бывает не смещенная. Если, значит, обычно, опять-таки, с точки зрения определения, если у нас нет параметра ТЭТа, то оценка это параметра труда, как, значит, крышечка. То есть вы понимаете, у случайной личины кси есть какой-то параметр. Допустим, на ожидании его нормального распределения параметра А. По выборке мы можем построить какую-то функцию, которую мы хотим использовать для оценки этого параметра. Если мы построили функцию от выборки, то это функция от случайной величины. Поэтому вот это вот, это всегда число, или наборки, число, умножить на галену. А вот это вот, это всегда функция от выборки. А раз она функция от выборки, значит, она случайная величина. То есть оценка параметра, это всегда случайная величина. Так вот, оценка называется несмещенная, если математическое ожидание этой оценки равняется оцениваемым параметром. То есть вы понимаете, что это хорошо, да? Значит, в среднем наши оценки дают то, что нам хотелось бы. Оценка называется состоятельной. Если предел преимущественной бесконечности это, понятно, что она от иксельного зависит от выборки нашей. То есть она зависит от объема выборки в любом случае. Так? Вот этот предел равен, оцениваем параметром. То есть смысл в том, что чем больше мы работаем, тем больше, чем больше наша выборка, тем лучше включается оценка. Да? Ну и, наверное, пока нам достаточно вот этих вот существующих, еще достаточно много критерий, по которым строятся оценки. Ну вот, мы с вами пока будем заниматься вот этими двумя. Оценка несмещенная, если в среднем она попадает туда, куда надо. Если ее математическое ожидание равняется параметру. И оценка называется состоятельной. И если чем больше мы считаем значение, тем лучше получается наша оценка. Ну давайте сразу пример приведем. У нас с вами путь параметр t, это параметр t, это математическое ожидание t. У нас с вами есть наша выборка. Она распределена так же, как случайная величина кси. И математическое ожидание случайной величины кси мы хотим по этой выборке оценить. То есть среднее значение нашей случайной величины. Что мы можем сделать? Мы говорим, что первая оценка пусть будет x1 плюс x2, например. То есть мы берем первое значение выборки, последнее значение выборки складываем, делим пополам и говорим, что ну вот среднее должно быть в какой-то такой. Так? Имеем право, имеем, почему нет? Вот это два. Пусть у нас будет выборочное среднее. То есть мы всю выборку честно сложим, посчитаем, поделим на n и получим какое-то число, которое тоже будем надеяться будет похоже на математическое ожидание. Давайте проверим. Первое. Незвещенность проверяем. Математическое ожидание нашего параметра это 1. Наши оценки это 1. Это будет математическое ожидание x1 плюс x2 плюс xn плюс x2. Ну мы с вами помним свойства математическое ожидание. Константу нужно вынести. Математическое ожидание x1 плюс xn плюс xn плюс xn. Но при этом-то мы помним, что наши случайные величины x1 и xn независимы и распределены так же, как случайные величины xn. Значит математическое ожидание у них какое? Такое же, как у xn. Поэтому мы говорим, что мат ожидание x1 равняется мат ожиданию xn. Мат ожидание xn тоже равняется мат ожиданию xn. И таким образом мы получаем мат ожидание xn, то есть наша оценка равняется нашему оцениваемому параметру. И значит вот эта оценка не смещённая. Считаем от ожидания ТЭТА-2, оценки ТЭТА-2. Говорим, что мы хотим посчитать мат ожидания Х среднего. Мат ожидания Х среднего – это мат ожидания единицы на N сумма по E от единицы на N цифры. Ну и дальше те же самые у нас свойства. Единицы на N выносится за сколку. Мат ожидания суммы равняется сумме мат ожидания. Но поскольку у нас все Х и Т независимые, одинаково распределены, распределены так же, как случайная лична ХС, поэтому мат ожидания у Х и Т такие же мат ожидания Х. и поэтому мы говорим, что это получается неизместно на N и N на МС. Потому что они все одинаковые и все равны МС. И таким образом мы говорим, что у нас тоже получается МС. и оценка ТЭТА-2 тоже не смещённая. Из этих соображений понятно, что ТЭТА-1 лучше, потому что считать проще, а не смещённая и та, и другая. В среднем получается и та, и другая попадает туда, куда надо. Поэтому зачем нам брать большую выборку и суммировать, если мы можем по первому и по среднему. Если внимательно посмотреть, то можем мы по первому. Если мы возьмем ТЭТА-1, ТЭТА-3 равное просто Х1, у него мат ожидания тоже будет равняться мат ожиданию ХС. Все понимают, да? То есть если мы возьмем в качестве ТЭТА-3, просто первое значение в выборке, то его мат ожидания будет то же самое мат ожидания ХС. Видите, да? То есть ещё проще. Но при этом мы с вами понимаем, что если уж у нас кто-то работал и сделал большую выборку, то мы с объёмом выборки должны свою оценку улучшать. Поэтому мы с вами проверяем состоятельность этой оценки. Как и за основания из нашей жизни? Его�. Второе здесь проходит. При этом. Если мы считаем предел, пределы современщ assumption that бесконечности. Наши оценки это 2. И у нас получается предел примерно бесконечности 1 на n схема вселетняя на 1 на n. И вот сейчас надо вспомнить последние пару лекций из прошлого семестра, где мы говорили о предельных теоремах. Предельная теорема теории вероятности. Вот просто я не знаю из себя понять, что их надо куда-нибудь выписать, потому что ссылаться мы на них будем каждое полсеместра, пол-пол-лекция. Значит, вы должны помнить, что такое центральная предельная теорема и что такое закон больших чисел. В частности, здесь мы используем закон больших чисел. Средние и случайные величины сквозятся к математическому ожиданию. Да. Значит, помним, что такое закон больших чисел. Если у нас есть набор независимых одинаково распределенных случайных величин. Средние случайные величины сходятся к среднему из их математических ожидания. Поскольку мы дожидаем у всех одинаковые, да, раз мы говорим о выборке, то это единственное, наверное, амексия. И поэтому мы говорим, что это просто амексия. И поэтому предел у нас с вами равен. Таким образом мы с вами говорим, что чем больше выборка, тем лучше получается наша оценка. это, потому что в пределе мы подходим как раз к тому параметру, который мы хотим оценить. И понятно, что если мы говорим о пределе при n с тем, а чем с бестонечностью x1 и x пополам, то у нас с вами никакого предела существовать не может, да. Потому что мы с вами говорим о том, что у нас просто есть какие-то два числа, первое и последнее, и к чему оно стремится, мы с вами сказать не можем. Совсем не факт, что мы будем стремиться туда, куда нам надо, да. У нас какое-нибудь там первое или последнее значение может быть какое-нибудь совсем не похожее, да, экстремальное, если мы говорим о погоде, да. Бывает так, что раз в сто лет касается погоды, которая вообще никогда не бывает, а сейчас вот случилось, да. И понятно, что она у вас вот эту вот выборку испортит. Если у вас она одно из бесконечно большого количества значений, то она вам ничего не испортит. А если у вас значений всего два, и одно из них вот такое вот экстремальное, то понятно, что у вас никакой сходимости туда, куда было вам хотелось, понятно, что не будет. цифру. Поэтому мы с вами говорим, что оценка ТТ2 является состоятельной, а оценка ТТ1 состоятельной не является. Так? Из этих соображений мы с вами говорим, что оценка для математического ожидания – это выборочное среднее, и она является состоятельной и не смещенной оценкой для математического ожидания случайной личной пси. Итак, утверждение, которое мы с вами, по сути, этим примером доказали. У нас есть вопрос. Мы с вами говорили, что обе оценки хорошие, они обе являются несмещенные, но при этом, когда мы говорим о состоятельности, вот эта оценка является состоятельным, потому что у нее существует предел, и он равен тому, чему нам надо. А вот эта оценка не является состоятельной, потому что она не имеет предел в ген, стремящемся к бесконечности. Итак, наше х с крышкой, выборочное среднее, является состоятельной и несмещенной. Мы с вами доказали, да, мы показали, вот здесь вот показали несмещенность, а вот здесь вот показали состоятельность. Эмбиническая функция распределения. А. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше надо вспомнить, что такое индикатор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Да, мы помним, это случайная величина, которая принимает Значение либо единица Если событие А произошло, соответственно, с вероятностью того, что событие А происходит И ноль, если событие А не произошло, то есть с вероятностью того, что событие А не происходит У нас индикатор вот этого события У нас индикатор вот этого события Поэтому мы говорим, что в одностю, мы собираем просто вероятность события А Помним, да? Мы отождем loosely масposition 1 Мы с вами говорим, чтоfromắ corner-d sabemx У нас подождем还有 индикатор я, вероятность события А Мы с вами говорим, что у нас возождение индикатора это вероятность того, что происходит это вот событие То есть мы говорим, что у нас единица н от una subcork この Đx0 Вероятности того, что в секунду Е2 Вот мы с вами просто вот это вот и переписали вероятность нашего события. Но при этом мы понимаем, что наши х и т это случайные величины, независимые, распределенные также, как наша случайная величина х, которую мы оценим. Поэтому вероятность того, что х и т меньше, чем у, она такая же, как вероятность того, что х меньше, чем у. Ну а это уже от и не зависит, у нас одинаковые слагаемые, да? Мы говорим, что у нас единица на n, и от вероятности того, что х и т меньше, чем у. А вероятность того, что х и т меньше, чем у. Это что такое за случайночная х и т? Давайте распределим. То есть мы с вами доказали, что наша эмпирическая функция распределения является несмещённой оценкой для функции распределения случайной личной х. Дальше хотим посчитать состоятельность. Мы считаем предел, при n, стремящемся в бесконечности, этих эмпирических функций распределения. Т.е. мы считаем предел, при n, стремящемся в бесконечности, единица на n, сумма индикаторов. Но мы с вами говорим, что это среднее из случайных величин. Опять-таки мы используем закон больших чисел, и говорим, что среднее из случайных величин сходится к среднему из их математических ожиданий. Т.е. мы говорим, что предел, по вероятности, у нас с вами равен единицу на n сумма от ожиданий. А мы с вами только что показали сумму индикаторов. Т.е. мы с вами говорим, что наш эмпирическое функциональное распределение – это среднее из индикаторов. Среднее из случайных величин по закону больших чисел сходится к среднему из их математических ожиданий. А среднее из математических ожиданий мы только что посчитали, как раз равняется функция распределения. Наши случайные величины. Т.е. тут вот дальше мы с вами то же самое говорим, что у нас есть среднее из математических ожиданий, которое мы только что посчитали, основывая функция распределения. Итак, мы с вами так. Т.е. мы хида разменяем от сида. Потому что хида – это случайная величина, которая по нашему условию изначально распределена так же, как в сида. Если случайная величина распределенная одинаковая, то понятно, что у них функция распределения одинакового, а дожидание у них одинаковое. Одинаковое распределенное случайное величины. Сама случайная величина может принять другое значение, но матожидание у них одинаковое. Итак, мы с вами доказали, что эмпиллическая функция распределения является хорошей оценкой для реальной функции распределения. Она является состоятельной. И мы смещённый перерыв делаем? Нет, тогда дальше идём. Итак, следующее утверждение про выборочную дисперсию. С квадрат является, здесь наша выборочная дисперсия. Следующее утверждение, да, выборочная дисперсия. С квадрат, которая равняет средний квадрат минус квадрат зимнего, является состоятельной. Оценка на дисперсии и не является несмещённой. То есть она состоятельная и не смещённая. Вот как раз то, что вы говорили, она состоятельной является. То есть на бесконечности, если большая выборка, то это хорошая оценка. А если выборка маленькая, то она является смещённой и лучше её не использовать для маленьких выборок. Или как-то поправлять. Давайте мы докажем. Оценка на дисперсии. Оценка на дисперсии. Оценка на дисперсии. Оценка на дисперсии. Как сначала докажем несостоятельным. Да, мы говорим, что нам надо посчитать предел при n с уменьшенной бесконечности этой оценке. Понятно, что она зависит от n, наша оценка, да, потому что мы берем сумму. Единица на n сумма цифр в квадрате, минус единица на n сумма цифр в квадрате. При этом мы с вами понимаем, что, конечно, закон больших чисел работает для большой суммы. Мы говорим, что наша единица на n сумма цифр в квадрате и от единицы на n. Используется по вероятности по закону больших чисел. Единица на n сумма цифр в квадрате. По закону больших чисел средняя случайная причина сходится к среднему из их математических ожиданий. настоящее. Но математических ожиданий в квадрате равняется математbagе в квадрате, да, потому что они одинаковые. Н, поэтому у нас единичная на n, n матом ожидания в квадрате. Поэтому мы говорим, что математ Kraftak冠在 501. Аналогично мы говорим, что единица на n сумма икситов сходится по вероятности, тоже согласно закону больших чисел, единица на n сумма икситов. А поскольку икситая распределена так же, как икси, мы можем сказать, что это матожидание икси, которое от и не зависит, они одинаковые, поэтому мы говорим, что это единица на n, матожидание икси и сборка матожидания икси. И поэтому мы с вами говорим, что это будет предел вот этого равняется матожиданию икси в квадрате, предел вот этого равняется матожиданию икси в квадрате. помним, что предел сумма предела правил пределы суммы если этих пределов существуют предел любой функции равен функции от этого предела если эти пределы существуют это ваш первый курс, первый семестр мы имеем право это сейчас поменять и говорим, что у нас с вами получается первый предел это мат ожиданияを естьned второй предел это мат ожидания x в квадрате и поэтому мы говорим что это у нас с вами получается дисферсия то есть закон больших чисел утверждает что из этого оценки являются состоятельные оценки где что вам не нравится? у второй строчки там и от одного до n и от одного до n спасибо состоятельность разобрались давайте попробуем посчитать под ожидания что она не является несмещенной так дальше мы показываем вот присмещен Мы должны посчитать от ожидания 2с квадратов. Мы говорим, что у нас получается от ожидания среднего 2с квадратов минус квадрат цереднего. Пока мы можем сказать, что мот ожидания разности равняется разности мот ожидания. Мот ожидания среднего 2с квадрата минус мот ожидания вот это. Мот ожидания квадрата не равно квадратам от ожидания. Поэтому просто взять квадрат и возвести мы не можем. Поэтому давайте мы себе, чтобы вот это вот дело посчитать, мы считаем дисперсию. Дисперсию для эксперимента. Она равняется дисперсии, и делаете на n сумма по и единице на n, и цирк. 1 на n выносится в квадрате, и остается дисперсия суммы. Но поскольку мы с вами говорим, что выбор на этот набор независимых случайных величин, мы имеем право сказать, что это сумма дисперсии. Все понимают, почему, да? Дисперсия суммы вообще, говоря, суммы дисперсии не является. Но поскольку выбор на независимые случайные величины, мы имеем право сказать, что у нас здесь получается сумма дисперсии х. И поэтому мы говорим, что это будет единица на n квадрат, а дисперсия х это такая же, как дисперсия х. И у нас получается n дисперсии х. Поэтому этот х деленая на r. Но при этом мы с вами эту дисперсию можем еще по-другому описать. Это мат ожидания х среднего в квадрате минус мат ожидания х среднего в квадрате. Просто по определению. Нам, собственно, хочется вот это вот найти. Вот то, что мы с вами пытаемся найти. Значит, мы сказали, что дисперсия равняется вот этому. А мат ожидания х среднего в квадрате мы с вами говорим, что мат ожидания х среднего, мы его много раз уже считали, оно равняется mx. Х среднего у нас несмещенная оценка для mx. Поэтому его мат ожидания равняется просто mx. Это у нас получается мат ожидания х среднего в квадрате минус mx. и поэтому мы можем найти нашу мат ожидания х среднего в квадрате, которое мы хотим найти. это mx. Оно равняется dx. 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 и вот это вот сюда сейчас поставим. Итак, мы с вами говорим, что наше математическое ожидание х квадрата равняется от ожидания квадрата х среднего в квадрате минус то, что мы с вами в кружечке посчитали, это dx. в кружечке. И вот это мат ожидания давайте посчитаем, да, у нас с вами единица на n дыносится. Мат ожидания суммы равняется сумме мат ожиданий, и мы получаем x и d в квадрате, но x и d распределено также как x, поэтому мы не брали с помощью. x в квадрате и единицы на n. И понимаем, да, что единицы на n сумма n слагаемых просто не x в квадрате. и таким образом здесь мы получаем мат ожидания x в квадрате минус мат ожидания x в квадрате и еще минус x в квадрате. Вот это вот, все видят, это просто дисперсия. И еще минус вот этот вот кусочек, такси деленное на r. Видите, если у нас выборка большая, то вот этот кусочек, он становится маленьким, да, поэтому мы с вами говорим, что оценка является состоятельной. При n, стремящемся к бесконечности, у нас останется только dc. Но если выборка не очень большая, то вот оно, наше смещение, да, мы с вами понимаем, что наше математическое ожидание получилось n минус 1 зеленая на n dc. Это мы с вами считаем мат ожидания этой оценки. Мы с вами показали, что оценка является смещенной оценкой. Ее мат ожидания не равно тому параметру, который мы оценивали. То есть мы показали, что оценка является смещенной. Ну и естественно нам придумать другую оценку, которая бы была состоятельной и не смещенной. Называется она исправленная выборочная дисперсия. Оценка. Оценка. . Оценка. Принцип. Один. 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 Одинмfoam. Один. Так что 0 из квадрата равняется n зеленая на n минус 1 s квадрата. Это чтобы сразу считать, мы говорим, что n зеленая на n минус 2, средняя из квадрата, средняя из квадрата. То есть вот этот вот коэффициент, он является поправочным, да? И мы с вами можем утверждать, что есть 0 квадрат состоятельная и не смещенная оценка для доцена. Ну и понятно, да, что мот ожидания проказаны. Мот ожидания s квадрат равняется мот ожидания n зеленая на n минус 1 s квадрат. Это n зеленая на n минус 1. Мот ожидания s квадрат в этом у нас будет посчитано. И понятно, что это просто деписи. Мы с вами ее так и строили, чтобы вот эту вот поправку, вот это вот смещение убрать. А предел при n стремящемся к бесконечности, с 0 квадрат равен пределу при n стремящемся к бесконечности, n на n минус 1 s квадрат. Наш смножитель при n стремящемся к бесконечности куда стремится? Единицы, да, у нас с вами старшая степень n и n, да, поэтому понятно, что со множителя стремятся к единице, поэтому мы говорим, что это равняется пределу при n стремящемся к бесконечности s квадрата, и поэтому понятно, что на бесконечности у нас ничего не меняется. Итак, мы с вами говорили, что можно использовать выборочную дисперсию, если выборка большая. Большая выборка, это больше 100 элементов обычно считается большой выборкой, и тогда вот это вот смещение мало на что влияет. Если выборка маленькая, конечно, обязательно вот эту поправку делать и считать выборочную дисперсию бесправной. Что еще хорошего можно найти по этой эмпирической случайной величине? Еще, значит, посмотрите, да, мы для нашей случайной величины мы оценили матожидание дисперсию, функцию распределения. Давайте еще построим оценки для выборочных моментов, да, по сути, мы с вами уже примерно это чуть-чуть посчитали, потому что когда мы считали дисперсию, мы с вами считали матожидание к си в квадрате, да, понятно, что мы достаточно легко оценим матожидание к си в квадрате, и по сути. и так хотим построить оценку для математического ожидания ну и логично, раз уж мы с вами используем нашу эфирическую функцию определения логично использовать среднее из капец ступеней итак, давайте мы с вами посчитаем значит, первое, что мы понимаем, что это те оценки всесмещённые оценка, которая равняется среднему из капец ступеней выборки всегда состоятельная мы с вами говорим, что математическое ожидание, что предел при n стремящемся бесконечности нашей среднего из капец ступеней это предел при n стремящемся бесконечности у нас с вами, как только получается сумма при n стремящемся бесконечности у нас с вами сразу работает закон больших чисел и мы говорим, что у нас предел сходности по вероятности вот эта сумма предел этот будет равняться среднему из математических ожиданий а дальше, поскольку мы говорим о выборке все их сытые распределены так же, как наша случайная личина кси, мы говорим, что это единица на n n от ожидания кси в капец степени и спрос на от ожидания кси в капец степени мы с вами показали, что все эти оценки, все эти катые моменты являются состоятельными оценками ну и собственно, с мат ожиданиями с вами делаем то же самое это мат ожидания x в капец степени равняется мат ожидания единицы на n сумма по е единице на n х в капец степени поэтому по свойствам мат ожидания мы говорим, что иначе мы говорим, что это единственная вера от ожидания и писи в карте степени, поэтому мы с вами показали, что оценка от ожидания в каждом моменте с помощью среднего из каток степени и смещенную. И это нам позволит дальше использовать вот эти вот катые степени для оценки, например, параметров распределения, потому что, смотрите, ну понятно, что мат ожидания являются дисперсией параметрами нормального распределения, то есть если мы сможем оценить мат ожидания дисперсию для нормальной и случайной величины, то мы будем знать параметры нормального распределения. Ну и если не все так очевидно, для любого параметрического распределения любое, если у вас есть случайная величина, она, параметр ее считается через, мат ожидания считается через параметр, а раз мат ожидания считается через параметр, то можно обратную сторону посчитать параметр через мат ожидания. И поэтому, если вы умеете качественно оценивать модель дальней дисперсии и любые кадры момента, то вы можете построить оценки для параметров распределения, какого-нибудь лямбер-пуассоновского распределения, какие-нибудь, я не знаю, интервалы в равномерном распределении, если вы знаете параметры оценки для моментов случайной величины. Значит, с момента, когда мы благополучно закончили, я еще хотела бы вам показать, как оценивается плотность распределения тоже с помощью нашей эмберической функции распределения. Если взять и по нашей выборке. Итак, мы с вами имеем ввиду, что у нас реализация выборки. Эту реализацию выборки мы с вами можем переписать в порядке возрастания. Итак, если х1житая меньше, чем х1житая меньше, чем х1житая меньше, чем х1житая. х1житая меньше, чем х1житая, то есть если мы поменяли номера в нашей выборке так, чтобы каждый предыдущий член был меньше или равен следующего члена. То есть мы взяли и перенумеровали свою выборку так, чтобы элементы шли в порядке возрастания. Так мы не можем сделать с выборкой, мы можем сделать только с реализацией выборки. Если у нас есть реализация выборки, то это набор из н чисел. И эти н чисел мы можем переставить так, чтобы каждое предыдущее было меньше или равно следующего. То есть мы их записали в порядке возрастания. Тогда вот такая вот лапезь числа. Называется вариационный ряд. То есть вариационный ряд это если вы взяли свою выборку, реализацию выборки и переписали ее в порядке возрастания элементов. То есть мы элементы переставили друг с другом так, чтобы они были в порядке возрастания. Так вот если мы возьмем этот вариационный ряд и представим в виде чисел напрямую. Если у нас есть х1ж, которая минимальная. Но чтобы вы понимали, что они другие. Это вот х1 не равняется вот этому х1. А х1ж это минимальная из вот этих вот х1. Ну х1ж это минимальная, да. И х1ж это максимальная. И все остальные записаны так, чтобы каждый предыдущий был меньше или равен следующему. Тогда они у нас записаны вот так вот по порядку. И мы вот этот вот интервал, в котором находится вся выборка, можем поделить на х. И дальше все варианты, которые попали на какой-то катый интервал, мы с вами объединяем и говорим, что они примерно равны середине этого интервала. То есть мы с вами берем и свою выборку группируем по интервалу. Каким-то дельта, да. М у нас равняется дельта М, дельта. И он, соответственно, равняется от единицы ка-к. Мы с вами интервал, в котором находится вся выборка, разделили на к-интервалов. А, когда такая выборка называется группированные выборкой, и мы говорим, что есть ню-Мт, это частота попадения в интервал д-д. Как ее посчитать? Очень просто. Мы должны перебрать всю выборку и посмотреть, сколько значений попало в наш интервал дельта М. Поэтому мы говорим, что это будет сумма по И объединенной на Эн по всей выборке. Причем все равно, какой вот по этой, вот по этой, потому что мы все равно перебираем все значения. И мы берем индикатор того, что х х попало в наш интервал дельта М. Понятно, что сумма пока от единицы до, по М, от единицы до х, от единицы до х, от единицы до х. Объемы выборки, конечно, мы говорим, что наша ню-Мт, сумма И должна равняться объемам выборки, потому что мы всю эту выборку распределили на эти к-интервалы. Ну тогда мы с вами можем построить график, который называется гистограммой. Итак, гистограмма. Это такой график, который мы с вами рисуем, отложив наши дельта Мт. У нас здесь вот находится минимальное наше значение, х1, жидкое. А вот здесь вот у нас находится х, н, жидкое. То есть весь наш вариационный ряд находится внутри этих интервалов. В каждом интервале у нас с вами ню, в каждом м-м интервале ню-Мт элементов попало. Вот если мы рисуем на каждом интервале прямоугольник с высотой h-Мт, которая равняется ню-Мт, деленное на Н и на дельта Н, то вот такой график называется гистограммой. Вот как-то вот так вот он выглядит, да? Для каждого ажентого вот эта вот будет высота. Вообще говоря, никто не сказал, что эти интервалы должны быть одинаковые, они могут быть разные. Но при этом, если у нас с вами есть вот эти вот прямоугольнички, то сумма площадей этих прямоугольников, площадь каждого прямоугольника будет равняться лель-Мт, ню-Мт на аж-Мт, это площадь. То есть мы с вами понимаем, что площадь каждого прямоугольничка планируется лель-Мт, деленное на Н. Если мы все площадь посчитаем, то у нас получится сумма ню-Мт на Н. А сумма ню-Мт, мы с вами сказали, равняется как раз Н. То есть мы с вами построили такую кривую, площадь которой под кривой равняется единице. То есть мы с вами говорим о том, что это кривую можно попытаться трактовать как график плотности распределения. То есть кистограмма является вполне себе состоятельной оценкой для плотности распределения. Давайте мы с вами это покажем. Спасибо. 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 Потому что смотрите, у нас с вами наша площадь, вот этого квадратика, она равняется nu N деленное на N мы с вами говорим что nu N мы посчитали как сумма индикаторов того что наша случайная величина и цифра попала в в ответ в Дель ТМ но при этом мы опять говорим что это у нас среднее из большого количества случайных величин и поэтому мы с вами говорим о том что при N стремящемся к бесконечности у нас работает закон больших чисел и поэтому по закону больших чисел вот это среднее по вероятности сходится в среднем математическом ожидании но мы подождем индикаторы это мы с вами помним это вероятность того что событие происходит поэтому мы говорим что это единица на N сумма по E от единицы до N вероятности того что X и D это пишет D3 но поскольку наши случайные величины X и D распределены так же как случайные величины на XI мы имеем право сказать что это единица на N сумма по E от единицы до N вероятности того что XI принадлежит до N и тогда мы с вами говорим что у нас у нас с вами получается что хорошего получается у нас получается вероятность падения на СН одинаковых слагаем мы говорим что это просто вероятность с того что XI принадлежит для этой н да то есть мы с вами говорим что для каждого интервала N это деленное на M наша с вами площадь и есть вероятность попасть в интервал да мы с вами плотность распределения именно так мы задаем плотность это такая функция интеграл от которой площадь под кривой от которая равняется вероятность попадения в интервал мы с вами именно это и показали что у нас при N снимающейся бесконечнице у нас с вами гистограмма как раз задает плотность распределения вероятность попасть в интервал следующий вопрос а на сколько интервалов есть вот тут естественный вопрос понятно что взять и разделить на два интервала у нас с вами слишком грубо получится да то есть получается что чем больше интервалов тем лучше но если мы с вами говорим о очень большом количестве интервалов то у нас в каждом интервале получается очень мало значений и тогда ваш этот закон больших чисел просто работать перестает и поэтому мы с вами говорим что тут вот надо найти золотую середину нельзя делить на слишком мало интервалов потому что у вас вероятность получается плохая нельзя делить на слишком много интервалов потому что перерастает работать закон больших чисел поэтому число интервалов на которые мы с вами делим оно мы принимаем обычно это значение от корня кубического из n до корня квадратного из n и так мы с вами говорим вопрос у нас возникает какое как слишком маленькое плохо грубо все понимают слишком большое тоже плохо потому что не работают предельные теоремы поэтому мы хотим что там больше чем корень квадратного и меньше чем корень вода и тогда у нас с вами а 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 и а хотя бы единицы, деленное на корень и зон, то есть прием, стремящемся к бесконечности, оно будет стремиться к нулю. То есть вот это вот условие обязательно. Есть еще экономисты часто используют формула стенджерса, хотите спешите. Она точное значение дает экономисты, любят точное значение, не любят вот эти вот приблизительности. Давайте запишем. Итак, формула. Единица плюс целая часть от 3,322 неспичного логарифа. Она вам однозначно задает К, и вы можете его прям вот всегда точно знать. Понятно, что это К, которая где-то вот здесь вот находится. Давайте мы пример рассмотрим сейчас напоследок. Все устали, поэтому начнем красные вещи. Там у нас есть выбор. Натуральная логарифа. Что? Натуральная логарифа, да? Нет, фистичная. Нет, фистичная. Спасибо. Там у нас с тропейком, что происходит? Ну, все время. Так, ну мы не успеем уже нормальные семинары забрать. Давайте мы с вами примеры на семинаре. Это прием. Что тогда статьи мне сегодня все? Большая рекомендация. Выписать себе на первую страницу или на последнюю страницу лекционной тетради аккуратную формулировку закона больших числов и аккуратную формулировку центральной предельной теореты. Потому что я ссылаться буду все время, чтобы у вас это было понятно что. Хочу. Центр. Да. Программа. Россия. Я думаю, что все будет плакать. Сказали. Что делать? А, да. В зашительные рекомендации. Затем, то есть... Дающим, да. Да, автомат, буквально. В, на самом деле, с украины. Ну, такое агрессивное место. И вмешение на экзамен. Нет. Я могу если выдаю. В, я могу если я встречаю. Я даже, да. По этому. Так, да. Продолжение следует...